приветствую вас на канале алкавита очередной ролик из серии зерновое безумие и сегодня я хочу сделать кукурузно-персиковый дистиллят осталось у меня 10 килограмм кукурузной крупы очень мелкой но это не магазинная крупа это смесь кукурузы кормовой и сахарной где-то 50 на 50 очень мелкий помол но не скажу что в муку но очень и очень мелко крупа и заметьте какой цвет то есть та крупа которая продается в магазине ярко-желтая там по мужу как мало нет это что есть на самом деле есть у меня 60 литров персикового сока для начала 60 литров сока выливаем в бродильную емкость что как-то я просчитался сока получилось около 45 40 литров но как бы там ни было носим дрожжи суправин одна пачка 100 грамм рассчитан на 100 литров сусло эти дрожжи уже с подкормкой себя зарекомендовали только с лучшей стороны я думаю будет самое но сейчас как следует перемешаю и под гидрозатвор хоть и на мою кастрюлю при стандартном гидромодуль 1 3 с половиной я беру 8 килограмм возьму 10 килограмм кукурузы и гидромодуль сделал 1 3 10 килограмм кукурузы замачиваю на ночь 10 литрами воды вот так выглядит эта кашка прям рукой залез как следует перемешал все это завтра утром начнем и варить на следующее утро две части воды то есть 20 литров довожу до кипения как только вода закипит вылью ее заторный чан кукурузу буду варить полчаса минут 20 чтобы высвободить все крахмалы для этого мне понадобится термостойкий амилолюкс от обычного отличается тем то что рабочая температура до 105 градусов если обычный амилолюкс до 80 здесь 105 и оптимальная температура работы 80 90 у обычного по-моему 60 70 ферменты милолюкс просрочен у него с работностью полгода всего лишь поэтому дозировку я увеличу вдвое если стандартная дозировка у меня была пол миллилитра на килограмм я наверное здесь возьму ну даже наверно 2 миллилитра на килограмм добавлю сейчас заторный чан 20 миллилитров термостойкий фермента отлично работает каша вот начинает закипать даже гидромодуль 1 к 3 очень жидкая кашка получилась отличненько минут 15-20 поварю как следует и буду остужать до 65 кстати кукуруза одного поставщика зовут его александр с нашей группы rock people про кукурузу знает все сахарная такая такая кукуруза чем отличается какая лучше и посмотреть от мусора вообще нет помол он сделал просто идеальный прям 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 я вообще доволен очень сильно александр большое спасибо тебе за качественный продукт температура 65 градусов уносим фермент тоже просроченный несут тоже его 2 миллилитра на килограмм зерна и того сюда 20 миллилитров а сахар его всего лишь час 18 процентов плотность меня устраивает просроченные ферменты работают даже за час все прекрасно сахарилась мы шаут я делать не буду а это означает то что все до сахарится во время брожения остужаю до 25-30 и выливаю уже в персиковую бражку прошла неделя перегоняя с перцерец пыжик меди первичные головы брага отбродил за трое суток после внесения дрожжей и где-то примерно двое с половиной суток после внесения кукурузы очень активно брожение было сутки сутки такое легкое дображивание и сутки уже редкие-редкие бульки к сожалению времени перегонять не было вот время есть только сейчас брожение очень вкусное очень такой кукурузное прям брага пахнет вау получилось 171 литров спирта сердца к кольцевать не получилось отключили воду при первом погоне маленькие потери получились но ничего что есть то есть заливать коп многом дистилляцию закончист эстерация получилось ровно четыре литра очень была проста дистилляции очень была мало голов очень было мало хвостов ну все как бы по стандарту сделал отобрал головы отключил дефлегматор отобрал полтора литра без дефлегматора затем подключил дефлегматор и отобрал еще два с половиной литра по цифрам ну вот они цифры температура в кубе в колонне и крепость начальное конечно это без дефлегматора а с дефлегматором я думаю все просто вышел на спиртовую полку температура вверху колонны 75 и 8 на сей раз и максимально долго и удерживал дефлегматор настраивал подстраивал вернее раза два обычно я это делаю на 93 в кубе и 96 разбавляю до 40 и пробуем прошла неделя на улице 37 открытый окна настежь на дачу не поехал на дачу поеду завтра надо выгнать очень интересный самогонщик но пока пробую что у меня получилось и так назвал его пич корн шнапс мои напитки захотел назвал шнапс захотел назвал одеви захотел назвал виски вискарь никто мне это делать не запретит и так на аромат аромат персиковый и сладкое зерно очень хотелось не уловить именно аромат вареной кукурузы я ее не зря так долго разваривал но пожалуй персика здесь гораздо больше что то есть сладкое зерновое но не не совсем кукуруза пробую быть добру за вас отлично сладковатый зерновой дистиллят характерно для кукурузы и после вкусе персика аромата кукурузы хотелось бы видеть гораздо больше но даже так очень даже неплохо такой бы дистиллят в ботечку бы залить на это мои зерновые эксперименты не останавливаются хочется попробовать выдавить аромат из очень нейтральных зерновых такие как рис и проса пшеной отдел очень понравился по мягкости это был лидер насколько я помню но дело на козявках теперь я хочу попробовать сделать рис и проса разварить и ферментами осахарить закрепим чтобы все были здоровы отлично просто белиссимо ну и подведу итог получился очень интересный микс теперь я знаю как я буду следующем сезоне работа зерновыми попробую именно в такой манере ожидал конечно немножко большего больше ароматику кукурузы хотел получить но не получил ее поэтому нанос 5 баллов на язык 5 баллов общее впечатление о напитке ожидания 4 с плюсом но даже это не помешает мне поставить данный напиток где-нибудь на верхнюю полочку очень близко с моими шедеврами а на этом я с вами прощаюсь берегите себя и пейте только качественные напитки до свидания а и и Продолжение следует...